Всем привет! В продолжении разговора про национальный Хурикан хотел рассказать про одной интересной, но непонятной для меня накладки. Это Хурикан 3 национальный, Malong Backhand. Я так понимаю, достаточно редкая накладка, так как немного магазинов ее продают. Накладка интересная, но очень своеобразная. Первое, что ее отличает от классического Хурикана и, в принципе, от классического понимания китайских липучек, это то, что у топ-шита практически нет липкости. То есть липкость она практически была минимальной. Даже поднять мяч, как делают обычно липучками, не получалось. Полноценный, конечно, обзор я на эту накладку вряд ли смогу рассказать, так как я поиграл ей всего одну тренировку, то есть 2 часа. Но какие-то моменты, которые я понял, я ими с вами поделюсь. Второй момент это более живая губка. Губка там жесткости 37,5 или 38 градусов, что-то такое. И она действительно существенно быстрее и живее, чем обычные губки на Хурикане. Губка там оранжевого цвета, но при этом она действительно была более эластичная, сильнее катапультировала мяч. И, в принципе, скорость у этой накладки, при том, что топ-шит без липкости, более эластичная, более катапультированная губка, скорость была достаточно неплохая. Следующий отличительный момент, как раз который удивил меня больше всего, это реакция на приходящее вращение. У этой накладки существенно отличается чувствительность и, в принципе, восприятие приходящего вращения. То есть она, приходящее вращение, чувствует существенно слабее, чем даже, в принципе, среднестатистические липучки. Что меня очень удивило. Это дает вам, опять же, преимущество в приеме-продаче, в короткой игре, в пассивной игре, блоках и контр-ударах, и в игре топ-спинами. У этой накладки этот элемент существенно отличается от всего того, чем я играл до этого. Это как раз, скорее всего, и связано с тем, что у топ-шит снижена липкость, при этом топ-шит такой же толстый и жесткий, соответственно, мяч просто не успевает зацепиться за него и отстреливает назад. Вращение. Вот с вращением все неоднозначно. То есть, с одной стороны, мы получаем накладку, которая слабо чувствует приходящее вращение, и очень легко выполнять какие-то технические приемы, как чобоки, всякие боковые срезки, потому что чувствительное вращение чувствует слабо, соответственно, можно задавать свое. Но что связано со своим вращением, я за два часа этого особо понять не смог, так как у накладки при своей активной игре есть две отличительных особенности. Это очень прямолинейная траектория, то есть, мяч практически без дуги летит, практически по прямой, даже если вы прям очень сильно прокручиваете мяч. То есть, траектория у мяча достаточно прямолинейная, то есть, существенно прямолинейнее, чем у других типов, чем от той же националки, допустим, на синей губке. Второй момент. Количество создаваемого вращения. У меня, например, за два часа я не смог прочувствовать этот момент. Несмотря на то, что я обладаю высокой чувствительностью и практически взяв любую ракетку-накладку в руки, буквально за несколько минут могу понять, что происходит с мячом, что происходит с накладкой в момент обработки, то за два часа я не понял количество отдаваемого вращений. То есть, сопернику 100% не просто, а тоже по причине как раз вот этой вот пологой дуги. И второе, сопернику, опять же, не просто, потому что сложно оценить количество этого приходящего вращения. То есть, соперник часто опускал мяч в сетку. Хотя у меня, конечно, были впечатления, что если ты липучкой играешь слева, причем липучкой которой подлево заточено, количество вращения отдаваемого тобой должно быть существенно выше, чем от тех же тензоров. Но вот этот момент я до конца и не раскрыл. Возможно, кто-то из вас играл подобного типа накладками. Если можете как-то дополнить этот обзор, написать какие-то свои замечания, свои ощущения на эту накладку, пишите, не стесняйтесь в комментариях. Это будет полезно тем, кто хочет приобрести, попробовать себе такую накладку. Кому я могу посоветовать эту накладку? На самом деле, я до конца не смог ее прочувствовать. И мне сложно сформировать профиль того игрока, которому бы она идеально встала. Но 100% это игрок более высокого уровня по причине того, что накладка требовательна к технике и к низкой стойке. Из-за того, что траектория полета мяча очень прямолинейная, соответственно, количество попаданий, точность, она будет хорошей только при достаточно низкой стойке, когда вы будете перед собой мяч обрабатывать, а не стоя в полный рост и обрабатывают где-то мяч у пупка. То есть, вот этот момент я тоже хорошо прочувствовал и доношу его до вас. Я про это уже говорил, но отдельно хочу выделить, что из-за того, что накладка слабо чувствует приходящее вращение, вы можете выполнять любые срезки, чок-блоки и варьировать количество приходящего вращения от соперника. Даже можно делать блок по типу, как делают блок длинными шипами, когда вы блокируете мяч прям при прикосновении стола. То есть, мяч вот падает, вы ставите обычно длинные шипы вот прям вплотную и назад возвращается нижнее вращение. Мяч за счет того, что взлетает, еще за накладку цепляется и улетает с нижним. Так вот, такой элемент данной накладкой выполнять очень легко, контрольно и эффективно. Но вот с вращением я не разобрался. Возможно, нужна немножко какая-то другая техника обработки мяча, корректировка техники, так как все же класс накладки липучка. Но вот этот момент за 2 часа игры этой накладкой я не раскрыл. Но это можете сделать вы. Если вы поиграли этой накладкой, еще раз прошу, не поленитесь, напишите в комментариях ваши впечатления о ней. Ну а на этом все. Если понравился данный обзор, ставьте лайки. И увидимся в новых роликах. Пока!